МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. И сегодня в выпуске. Высокий полет. Как чувашские студенты представили родной регион на форуме ИВЛДА. Наша дорогая коммуналка. В России в очередной раз выросли тарифы ЖКХ. Запрет на крепкое слово. Что чебоксарцы думают о новом законе? Сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской республики подписано концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры, межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых бытовых отходов для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района. Иными словами, определен инвестор, готовый достроить полигон и мусоросортировочные станции. В зале заседания царило радостное оживление. Члены правительства Чувашии не скрывали эмоций. Шестилетний период переговоров и подготовки наконец завершен. Можно приступать к делу и говорить о конкретных сроках. Когда мы получим объект в первом полугодии, мне самое главное – это дата, что в первом полугодии следующего, 2015 года, возможно, принятие мусора на новый полигон. И мы за это с вами все вместе будем держать кулаки. В рамках концессии предполагается создание системы, состоящей из второй карты складирования полигона твердых бытовых отходов мощностью 100 тысяч тонн в год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150 тысяч тонн в год, мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Чебоксарах мощностью не менее 150 тысяч тонн в год. Инвестор готов привлечь в проект не менее 750 миллионов рублей. Мы специализируемся на том, что мы привлекаем длинные деньги. Это деньги институциональных инвесторов, деньги страховых компаний, пенсионных фондов, которые по законодательству весьма ограничены в своем применении. И исключение делается для консессионных соглашений, потому что стороной в консессионном соглашении является государство. И государство, проводя глубокую экспертизу любого проекта, берет определенные обязательства на себя. В данном случае эти обязательства по установлению тарифа. Поэтому у нас отдельным приложением в консессионном соглашении прописана формула, долгосрочная формула тарифа, которая позволяет в течение 10 лет вернуть все инвестиции с определенным процентом. Этот процент чуть выше инфляции. Соответственно, многие банки себе такой длинный денег позволить не могут. Но институциональные инвесторы могут себе позволить. Поэтому мы сегодня структурируем, занимаемся тем, что подготавливаем проекты и привлекаем деньги вот таких длинных институциональных инвесторов. Со своей стороны правительство Чуваши обязуется оказывать необходимые содействия. В основном это касается всевозможных разрешительных процедур, вопросов согласования, земледоведения, необходимый жесткий контроль за соблюдением сроков, чтобы проект не рос в цене. Чтобы не было лишних средств, которые повлияют на рост тарифов, мы будем, конечно, тоже контролировать работу, принимать решения. В ходе регулирования все это будет видно. Опыт у консессионера-инвестора есть. Аналогичные соглашения заключены с правительствами Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Архангельской, Мурманской областей. Но, как отмечает Юрий Сизов, в Чувашии есть серьезный задел на будущее. У нас уже решены вопросы с земельными участками и даже построена первая карта полигона. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Чувашские студенты достойно представили свои проекты экспертам. Молодежная делегация вернулась с международного форума «Иволга» не с пустыми руками. На протяжении 10 дней они жили в палаточном лагере, посещали лекции и даже налаживали контакты с гостями из Поднебесной. Некоторые проекты чебоксарцев из Самары теперь отправятся и на Селигер. В каких условиях проходила их защита и как работал институт под открытым небом, наблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Мострюковские озера, 50 километров от областного центра. Именно сюда уже второй год подряд съезжаются молодые люди со всех регионов Поволжья. Здесь, на берегах реки Волга, вырастает большой палаточный город. Чтобы стать его полноправным жителем, необходимо придумать креативный проект. В этот раз на фабрику идей приехали более 2000 человек, чтобы поучиться у других и показать свои нау-хау. На этом острове, на нашем молодежном форуме, собралась самая креативная, самая продвинутая, если можно так сказать, молодежь российских регионов, входящих в состав Привожского федерального округа. Тот дух, который летает здесь, та атмосфера дружелюбия, та атмосфера взаимопонимания, та атмосфера желания помочь, поддержать и познать друг друга, она неповторима, она незабываема. Кто-то о своих проектах рассказывал, а кто-то создавал их прямо на глазах почетных гостей. Вот она, площадка города Чебоксары на территории палаточного лагеря. За огромными буквами расположилась выставка ручных подделок, картин и даже гончарный станок. Мастера изготавливали на нем горшки с национальными узорами, и они украшали чувашский дворик. В конкурсе арт-объектов принимала участие работа студентки Чебоксарского вуза. Чудо-ворота. Возможно, что эта композиция скоро появится и на городских улицах. А пока задумку девушки оценили и отобрали на престижный всероссийский форум. Федеральный уровень уже прошли. О, это уже хорошо. Сколько там проектов? Сколько проектов? Из арт-объектов мы знаем, что мы прошли. 5-9 человек точно прошло. Вообще участники Иволги между собой устроили негласное соревнование, кто лучше презентует свой регион. Чуваша с этой задачей справилась достойно, отметил на встрече с молодежью глава республики. Больше всего признались ребята вдали от дома, им приятно встречаться с земляками. 90 чувашских студентов на форуме стали не просто дружной командой, а настоящей семьей. Правда, пока на Иволгу не приезжают эксперты из Чебоксар. Я думаю, даже те эксперты, которые приехали из других регионов, они не будут ломбировать интересы своего любимого региона. Там объективный подход всегда. Так что можно здесь не волноваться. Кто хочет на следующий год из вас, пожалуйста, давайте, подавайте в заявки. Они предлагали открыть музей кино, создать пожарные отряды в вузах и даже разработать новую технологию для очистки источных вод от сульфатов. Сила мысли у студентов из Чувашии не знает границ. Всего на форуме они презентовали более 70 проектов. Вообще в названии форума Иволга заглавная буква не случайно пишется на английском языке. Здесь выбирают и лучшие IT-проекты. В течение дня у ребят проходит образовательная программа по своим направлениям. Они слушают лекции, участвуют в работе мастер-классов. Конвейер молодежных проектов – это целая система оценивания. Ребята сначала презентуют проекты по региональным членам экспертной комиссии. Форум Иволга проводится уже во второй раз. Только в этом году он стал по-настоящему международным. Сюда, на Мостряковские озера, прибыла представительная делегация гостей из страны восходящего солнца. Бок о бок вместе с молодыми людьми из Поволжья на форуме жили 150 китайских студентов. Языковой барьер для них не стал проблемой. Первое знакомство с зарубежными гостями начинается на грандиозном концерте. Задорные танцы из российской глубинки здесь сливались с выступлениями артистов из провинции Китая. Пока странные укрепляют связи на высшем уровне, студент из Чебоксар задумался о разработке специального ресурса для общения с отдаленными государствами. То есть как бы объединить молодежь на дальних дистанциях, допустим, так же Россия, Китай. Мы же, между нами 7300 километров, а нам как-то сделать так, чтобы мы могли общаться между собой, причем чтобы это происходило в быстрой связи. А в следующем году в страну восходящего солнца отправятся и российские студенты. На экскурсию в Поднебесную молодых людей пригласил лично член китайского госсовета Ян Зэ Чи. Возможно, что в эту делегацию войдут и чебоксарцы. А авторы двух проектов из Чувашии уже пакуют чемоданы в Казахстан. По итогам форума они получили путевки на Байконур. Правда, удостоиться грантов в этом году никому не удалось. Медрик Ковалев и Антон Вовк. Республика. Самарская область. С 1 июля 2014 года по всей России выросли тарифы на теплоэлектрогазоснабжение, холодное и горящее водоснабжение и водоотведение. В Чувашии цены поднялись в среднем на 4-5%. Например, цены на природный газ вырастут на 4,2%. Другие изменения – в нашей таблице. По сравнению с декабрем 2013 года в июле в среднем на 5% вырастет тариф на тепло. На 4,7% станет дороже холодная вода и водоотведение. Самое большое повышение будет в Чебоксарах. Меньше всего тарифы вырастут в Новочебоксарске и Шумерле. Разброс в цифрах зависит от ресурсоснабжающей организации и открытой или закрытой системы водоснабжения. Тарифы на электрическую энергию для населения составят 2,61 рубля копейку за киловатт-час для городского населения и рубль 83 за единицу энергии для сельского. Рост тарифов к декабрю 2013-го – 4%. Татьяна Молокова, Республика. Сегодня Госдума России вернула нам зимнее время. С принятием закона в стране будет 11 часовых зон с учетом максимального приближения к часовым поясам всемирного времени. Ожидается, что 26 октября Россия переведет стрелки в 2.00 по Москве. Напомню, что переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева. Тогда эту меру поддерживали 43% россиян. Сейчас действует постоянное летнее время, опережающее астрономическое на 2 часа. И большинство граждан считают, что это неудобно для жизни. С 1 июля в силу вступает также закон о запрете использования крепкого словца в кино и на сцене. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать мнение жителей о запрете нецензурной лексики. Как известно, культурный человек тот, кто назовет кошку кошкой, даже если споткнулся об нее. Таких людей сейчас можно пересчитать по пальцам, ведь в наше время мат, как Рафаэлла, вместо тысячи слов. Но теперь с этим будут бороться на законодательном уровне. Как относятся к запрету жители столицы Чувашии? Давайте узнаем. Очень хорошо относимся. Положительно относимся. Аргументируйте. Потому что везде слышны такие матные слова, прям за свою страну, ну как-то обидно. Мы считаем, что можно обойтись без мата, без такой лексики. Присутствуют другие красивые слова. Плохо. Почему? Ну как это жить? Чего смотреть-то? Замечательно. И только так, и только так. Так же, как и Курева, так же, как и мат, все остальное. Кино – это все-таки искусство, и выражение определенных эмоций иногда требует, конечно, экспрессивных выражений. Бытом обойтись, я думаю, без экспрессивных выражений все-таки невозможно. Это же реальная жизнь. По пальцу гвоздем, молотком стукнешь, хочешь не хочешь вырывается. А актерам, имеете в виду, шнурать типа того же. Да, например. Ну, последнюю песню, вон, слов не осталось, кроме «будет штраф оплатить, как он сам сказал». Скажу коротко, пол Чебоксара надо расстрелять за мат. Это закон не будет соблюдаться. Почему? Так же, как и Курева запретили, и Курева не соблюдается. Ладно, я поехал. Без мата, скажем так, некие вещи очень трудно выразить, если на то пошло. А что касаемо, предположим, всего того, что как им пользуются люди, это отрицательно. Но иногда, когда реально гвоздь неправильно вобьешь, либо жена изменила, есть такие слова, которые, они просто чисто русские. Нормальные, хорошие режиссеры, они без мата, даже последний фильм, который получил на Каннском фестивале, там половина ненормативная лексика. Вот я смотрел, реально, там наши ведущие актеры, они хорошо матерятся. Но без этого фильм не понять. Ну, было бы хорошо, потому что некоторые фильмы могут спокойно посмотреть дети, которые еще маленькие для этого. Сегодня в половине седьмого утра во Владимирской области произошла авария. Один из участников столкновения автомобиль из Чуваши, Шевроле-Авео, за рулем которой находился Нижегородец, столкнулся с Газелью. Как сообщается на сайте управления ГИБДД по Владимирской области, водитель иномарки предположительно заснул за рулем. Со слов водителя Газели, иномарка внезапно начала вилять на ровные дороги и вылетела на встречную полосу движения. В результате ДТП 37-летний пассажир Шевроле и 18-летний пассажир Газели погибли от полученных травм. Еще 4 человека, оба водителя и 2 пассажира из автобуса и легкового автомобиля, госпитализированы в больницу скорой помощи Владимира. По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным МВД, в 2014 году произошел рост мошенничеств. За 5 месяцев года зарегистрировано 339 преступлений против 318 за аналогичный период прошлого. О том, как не попасться на уловки мошенников, узнали журналисты на брифинге в управлении МВД по городу Чебоксары. Главная причина увеличения преступности в том, что сами мошенники становятся наиболее изобретательны в методах и средствах. Большинство правонарушений совершаются через мобильные телефоны и интернет, что усложняет их раскрытие. Но по-прежнему и сами жители бывают невнимательными и доверчивыми. Виды мошенничеств, которые у нас были за текущий год. Мошенничества, совершенные под видом работников горгаза. Хищения, совершенные под видом денежной реформы. Мошенничества, совершенные под видом займа денег, под видом снятия порчи, под видом выдачи себя, то есть мошенникам за руководителя организации, под видом социальных работников. По-прежнему люди покупаются на просьбы о срочном перечислении денег. Сотрудники Министерства внутренних дел еще раз напоминают, что необходимо сначала перепроверять информацию. Нужно остерегаться таких сообщений и не перечислять деньги с мобильного телефона и банковской карты на неизвестные счета. В Чебоксарах в этом году уже поймали преступников, которых между собой полицейские прозвали рыбаками. Преступная группа, опять же, это выходцы из других регионов в основном, заезжая на территорию города Чебоксары, используя денежные средства, в основном это пятитысячная купюра, либо тысячная, прикрепляют к данной купюре маленькие лески и через терминал полняют тот или иной счет. То есть запускают эту купюру в купюроприемник. Здесь, конечно, надо обладать определенными навыками. Автоматически, значит, потом, когда уже зачисление происходит, вытаскивают ее и таким способом уже производят эту оплату в течение нескольких раз. Сотрудники полиции рекомендуют не открывать дверь незнакомым людям. Без проверки не впускать в квартиру посторонних. При возникновении сомнительных ситуаций следует сразу же звонить в полицию. Еще один вид мошенничества по-прежнему актуален. Сбыт фальшивок. Недавно сотрудники полиции Маргаушского района задержали молодого человека, который пытался расплатиться фальшивыми купюрами. Далее репортаж наших коллег из МВД. 25 июня около трех часов утра в дежурную часть отдела МВД России по Маргаушскому району поступило сообщение от сотрудницы одной из автозаправочных станций о том, что пару минут назад незнакомец пытался сбыть фальшивую купюру. Информация о приметах предполагаемого злоумышленника и машины, на которую он передвигался, сразу же была передана всем полицейским постам. Сотрудниками управления ГИБДД по Чувашской республике по ориентировке, которая была получена от работника автозаправочной станции, была задержана иномарка с транзитными номерами и ее владелец. При себе у уроженца Киргизии была обнаружена одна пятитысячная купюра. Остальные 17 были найдены при помощи специального аппарата в салоне легковушки. Изъятые купюры направлены на исследование в экспертный криминалистический центр МВД. Свою вину злоумышленник признает. По его словам, фальшивки он приобрел в Москве, а Чуваша стала первым пунктом, где их попытался сбыть. В настоящее время нами проверяется данная информация. Он отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений, как на территории Чувашской республики, так и на территории близлежащих регионов Прироговского федерального округа. Сейчас в отношении жителей Киргизии возбуждено уголовное дело. Злоумышленник утверждает, что ранее проблем у него с законом не было. Судемости были ранее? Нет. А чем занимаетесь? Ну, как бы неофициально работая на автосервисе. В мае в Маргаушском районе полицейскими уже был задержан заезжий сбытчик фальшивых денег. Тогда им оказался житель Северной Осетии. 23-летнему молодому человеку удалось сбыть пятитысячную поддельную купюру на автозаправочной станции. Но вскоре он был задержан. В салоне его БМВ было обнаружено 8 фальшивок. Кто такие фотографы в наше время, знает каждый. Они не просто делают различные снимки. Они меняют стандарты, повышают планку и поднимают всю фотоиндустрию на новый уровень. С одним из таких фотографов и познакомилась наша съемочная группа. Это Анатолий Овчинников. Фотограф. Уже два года снимает городской пейзаж. Вот только привычная высота для фотографа стихии наших пернатых друзей. Ведь излюбленное место съемок Анатолия – крыши. Мое увлечение фотографией началось с одной прогулки. Как-то мы поднялись на крышу одного здания. Мне очень понравился вид. Я сделал несколько пробных фотографий. Дома оценил результат. Мне он совершенно не понравился. Мне захотелось передать всю красоту города. Поэтому мне пришлось научиться снимать что-то, изучить какую-то литературу. С этого все и началось. Фотография может быть целью, может быть средством, а может быть и тем и другим, становясь смыслом жизни. Для кого-то это лишь способ заработать, а кто-то находит в съемке отдушину. Фотография – это не мое основное занятие. Фотография – это мое увлечение, хобби. Я могу приятно провести время, выслеживая какой-то пейзаж, снимая какой-то вид. Почему именно пейзаж? Потому что я люблю свой город. Мне нравится делиться красотой ее с людьми, с окружающими, с друзьями. Пейзажная фотография – это своего рода портрет. Но портрет не человека, а окружающей нас природы. И неудивительно, что такого рода искусство неразрывно связано с путешествиями. Разные города, страны, культуры – все это так и манит фотографов. Но и в родных городах у творцов всегда есть излюбленные места. Любимое место в городе – это залив, я думаю. То есть это посветка, все то же самое, какие-то сооружения. Историческая часть города тоже очень нравится. Это западный Косогор, это где-то район ХБК. Это очень интересно. Меня интересует, ну меня просто привлекают больше исторические здания, но современные новостройки мне не очень нравятся. В любое время года можно найти какой-то момент, когда очень красиво. Зимой – это снег, может быть, вечером как-то красиво воцвечивается. Летом – это облака, зелень. Весной цветущие сады. Мое любимое время года – это лето. Снимать в это время не холодно. Зимой очень холодно снимать. Моими фотографиями достаточно часто пользуются, обращаются ко мне. Какие-то в коммерческих целях, в некоммерческих. Если это некоммерческие, то я без проблем решаю. Может быть, советую какие-то фотографии выбрать, что-то, может, более подходящее. Бывают случаи такого, когда фотографии берут без разрешения, используют по своему назначению. То есть я к этому отношусь очень отрицательно. И как бы стараюсь пресекать такие случаи. Фотография уже довольно давно прочно вошла в нашу жизнь. Причем любителей и фотографироваться, и фотографировать сейчас хоть отбавляй. И все, что требуется для создания шедевра – это фотокамера, а также определенные профессиональные навыки и изрядное терпение. Вот только не стоит забывать, что очень часто конечный результат зависит не сколько от фотоаппарата, сколько от мастерства фотографа. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Таким был этот день глазами корреспондентов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова